Черный рынок в сфере международных перевозок процветает в Казахстане. Бланки разрешений на въезд грузового транспорта в страны ЕС незаконно продают перекупщики. Получить их легально казахстанские компании в большинстве своем не могут. В инспекциях транспортного контроля ссылаются на их дефицит. В результате бизнесмены остаются без работы, а на их место приходят иностранные фирмы под видом казахстанских. Как решить проблему выясняла Айжан Утилова. В крупной транспортной компании Валерия Сусаренко сегодня непростые времена. Из 70 фур здесь простаивает более половины. Причина в отсутствии разрешений на въезд грузового транспорта в страны ЕС. Так называемые дозвола забирают новые игроки на рынке. Сусаренко говорит, весной этого года в Казахстан пришли российские и белорусские транспортные фирмы, которые попали под санкции. Они регистрируют десятки фиктивных компаний под видом отечественных. Берут на них бланки разрешений и потом перепродают на черном рынке. Одна такая фирма, которая имеет филиалы около 100 компаний по Казахстану, выбирает порядка 2-3 тысячи дозволов. При этом они оплачивают за один дозвол, при получении этого дозвола оплачивают одно МРП, там по-моему 3045 тенге, по-моему. Но продают они по 500-700 долларов за один дозвол. По мнению Сусаренко, казахстанские перевозчики от такой недобросовестной конкуренции никак не защищены. Выяснить, насколько легально работают такие фирмы-однодневки, невозможно из-за запрета на проверки МСБ. А сам механизм регистрации транспортной компании для иностранцев такой, что позволяет без особых финансовых и временных затрат открыть фирму на территории Казахстана и вытеснить отечественных грузоперевозчиков. Наши водители остаются без работы. Мы в этом году уже потеряли человек 15. Водители ушли, просто бросили машину, сказали, что мы будем стоять у вас месяцами на базе, при том, что ни зарплаты не получаем и так далее. В компании Кустанайца Алдана Минкеева с весны уже дважды уходили до 70% водителей дальнобойщиков. Причина все в том же отсутствии бланков разрешений на въезд в страны ЕС. Сейчас у него в рейсе всего две машины. Большая часть стоит без дела на базе. Сегодня я был в инспекции транспортного контроля. Я сказал, вы сами толкаете меня на такое нарушение. Я открою в каждой, в Кустанай открою 10 предприятий, ТОшек, фиктивных. Открою в каждой области. И буду покупать дозвола, я не буду их продавать. Я буду для своих машин. Нет такой статьи, чтобы привлечь меня к ответственности. Получается, государство само толкает граждан на нарушение закона. Перевозчики просят запретить компаниям с иностранным участием получать международные бланки разрешений, не имея как минимум двухлетнего опыта работы в нашей стране. Другое предложение – разрешить работать только перевозчикам, которые имеют в собственности машины. Тогда рынок можно очистить от фиктивных фирм, занимающихся нелегальной продажей бланков. Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с их дефицитом наш телеканал направил в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Ждем ответа.